Благодарность Ему за все, что нам посылает, и за этот праздник Жатвы мы тоже благодарим Господа. Дорогая Церковь Ифания, все гости, все присутствующие, все те, кто сегодня меня слышит, хочу поздравить вас с праздником Жатвы. У нас было вот такое обильное служение, много участий, и я хочу сказать, что я, с одной стороны, рад этому, с другой стороны, все те, кто был передо мной, сделали мою задачу труднее, сложнее. Мне мало времени осталось, и несмотря на то, что я обычно не люблю затягивать и стараюсь сокращать, чтобы во время втеснуться сегодня, не буду сокращать. Поэтому сразу предупреждаю, готовьтесь, если кому-то вдруг нужно будет выйти, за кем-то приедет какой-то транспорт или нужно будет выйти, я хочу попросить вас, зайдите на сайт и посмотрите потом эту проповедь до конца. Я хочу сказать, что сегодня мы будем говорить с вами об очень важных вещах. Я хочу сегодня поговорить о побелевших нивах, или хочу поговорить о том, чего не делает небо. Поэтому давайте обратим наше внимание на самое пристальное внимание на один из текстов, который вы видите сегодня здесь, перед вами, вот на этом плакате, который подготовили наши братья и сестры, с любовью украсили это все, и украсили наше здание для того, чтобы действительно создать атмосферу, создать обстановку такую, в которой мы могли бы поговорить сегодня на эту тему о празднике жатвы. Мы говорим сегодня о жатве со стороны благовестия, со стороны свидетельства об Иисусе, со стороны того, что сам Иисус Христос, в принципе, говорит об этом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 35 стих, слова Иисуса Христа. «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Аминь». Вот замечательные слова, интересные слова. И когда мы смотрим на то, в каких обстоятельствах, в какой ситуации говорит Иисус эти слова, мы понимаем, что эти слова Иисус говорит в контексте Его беседы с самарянкой. 4 глава Евангелия от Иоанна рассказывает нам о том, что Иисус встречается с женщиной в Самарии у колодца, и он встречается с ней и начинает разговор. До этого мы читаем, что в 3 главе Евангелия от Иоанна, до этого Иисус беседует с другим человеком, другая беседа у Иисуса, беседа с Никодимом. Никодим был один из начальников иудейских, он был один из учителей, он был из фарисеев, он был достаточно, занимал достаточно высокое положение. Иисус встречается с ним, он встречается с этим иудеем из иудеев. Он встречается с ним, беседует с ним. И интересно, что мы читаем дальше, что Никодиму настолько, похоже, запала вот эта встреча в душу, что он даже стал тайным учеником Иисуса впоследствии. Мы читаем об этом, нам известно об этом. Интересно, что вот этот человек Никодим, с одной стороны, вот иудей, правоверный, можно так сказать, правильно верящий, правильно поступающий, человек высокого сословия, человек, имеющий вес в обществе. С другой стороны, самарянка. Женщина, у которой, похоже, была не очень хорошая репутация. Давайте еще скажем не только это, но давайте скажем еще и то, что она была из народа, который иудеям не нравился. Они старались всячески обходить Самарию. Они старались не иметь никакого общения с самарянами, они старались, ну, всячески подчеркнуть свое преимущество перед ними. А Иисус встречается с этой женщиной и беседует. Он и с самарянами желает иметь общение. Он и им хочет сказать о Боге. Он и их хочет привести к живой вере. Итак, по дороге в Галилею Иисус решает пройти через Самарию. Встречается у колодца с женщиной этой в Самаре. И, обратите внимание, он начинает беседу с очень простого. У колодца он просит пить. Он просит пить. И дальше он говорит, он переводит разговор. Посмотрите, как Иисус. Он начинает с простых вещей и переводит их к более глубоким. Он просит у нее пить, а затем говорит, что у него есть живая вода. Впоследствии в этом разговоре он показывает ей истинное ее состояние. И она видит это состояние. И она уверовала в Него, как в Мессию. Бежит, оставляет Иисуса там. Бежит и говорит, я хочу рассказать всем в селении об этом. Она бежит и говорит об этом. Во время ее отсутствия приходят ученики Иисуса. Потому что Иисус находился сам там у колодца. Приходят ученики Иисуса. И видят вот эту ситуацию. Но как женщина в это время ушла, ученики говорят, предлагают Иисусу поесть. А Иисус, не обращая внимания на их слова, о том, что они предлагают поесть, Он говорит им, посмотрите на Нивы. Он говорит, поднимите глаза. Поднимите глаза ваши и посмотрите на Нивы. Ну, ученики, наверное, сделали вот так. И что? Ну, вот мы посмотрели, увидели. И что? Иисус им дальше говорит. Вы думаете, что до жатвы еще долго. Вам кажется, что жатва еще не скоро будет. Еще 4 месяца. За 4 месяца много чего может вырасти. Еще 4 месяца. Много времени будет до жатвы. Он говорит, нет, посмотрите, Нивы побелели сейчас. Они уже готовы к жатве. Что мы можем увидеть в этих словах Иисуса? Давайте внимательно посмотрим на это. Я предлагаю нам сделать пару вопросов, или как бы вот несколько вопросов задать тексту этому. Ну, давайте один из первых вопросов, который мы можем спросить, или который мы часто задаем, спросим, когда? Когда собирать урожай? Этот текст начинается с вопроса Иисуса. Вообще, если мы еще раз посмотрим на 35 стих, Иисус говорит, не говорите ли вы? Иисус очень часто пользовался вопросом. Когда Он хотел сказать что-то важное, Он очень часто задавал вопрос и вызывал людей на определенное размышление. Ну, вспомните, в Нагорной проповеди Он говорит, слышали вы, что сказано древним? Не убивай. А Я говорю вам, что всякий, кто скажет плохое, или еще что-то. Иисус, Он пользуется вопросом, это как методика, или как метод своего рода вызова собеседника для определенного рассуждения, для определенного разговора. Иисус говорит, не говорите ли вы? И Он дальше говорит о времени. Что еще? Четыре месяца и наступит жатва. Иисус спрашивает о времени, о периоде определенных работ, или, скажем так, о сезоне некоторых работ на поле. Он хочет заставить учеников задуматься. Он хочет сегодня заставить нас с вами задуматься. Вы думаете, что до жатвы еще долго? Вы думаете, что жатва еще не скоро придет? Вы думаете, что еще, о-го-го, сколько времени до жатвы, и она не скоро придет, а Христос сегодня хочет сказать тебе и мне, жатва уже сейчас. Жатва уже готова, и не нужно долго ждать. Нужно включаться в работу и участвовать в жатве сейчас. О чем говорит Иисус? У меня иногда возникает такое желание, но, с другой стороны, я тоже опасаюсь, потому что это может быть воспринято как холодное оружие, принести, показать серп, как он выглядит. Потому что у нас есть песни, вот, будем жать серпом, да, золотистые снопы, и все такое. Вот мне хотелось бы принести серп. Многие люди, наверное, половина из тех, кто находится в этом зале, наверное, не знают, что такое серп, или не видели его никогда, особенно те, кто родился и вырос в Америке. Вот хотелось бы показать, вот, какой он такой настоящий рабочий серп. Ну, это можно увидеть на интернете, я думаю, или в музее. Но, потому что вряд ли у кого-то из вас дома найдется серп. Еще 20-30 лет назад в любом хозяйстве в Молдове серпы были, и косы были, и все такое. Но давайте не будем об этом. Христос не просто призывает нас взять серпы в руки и пойти жать что-то. Он не об этом говорит. Он говорит не просто о поле с пшеницей, или с кукурузой, или еще с какими-то вещами. Он говорит о людях. Он говорит о судьбах людей. Он говорит о том, что тогда, когда мы с вами говорим или свидетельствуем о Боге, когда мы говорим об Иисусе Христе, это подобно тому, что когда человек уверует в Бога, это как будто бы мы пожинаем жатву. Мы собираем урожай для Бога, когда кто-то верует в Иисуса Христа. И так Иисус Христос говорит, что это не будет когда-то, а сейчас время этим заниматься. Сегодня, не просто когда-то, но есть определенная срочность и какая-то неожиданность. Мы, может быть, не ожидаем этого. Мы, может быть, строим какие-то планы. Мы не думаем об этом. И Христос говорит, посмотрите, нивы побелели, нивы поспели. Они ждут уборки, урожая. Включайся сейчас в труд. Давайте зададим следующий вопрос тому тексту и скажем так или спросим так. А что будет, если не убрать? Ну, что будет? Печальная картина. Можно сказать, подумаешь, можно сделать не сейчас, можно сделать позже. Что будет? Ну, в отношении к уборке урожая, например, пшеницы или каких-то зерновых, что происходит? Если пропущено время сбора, зерно осыпается и теряется. Я не знаю, видели ли вы такие картины. Я видел. Я видел эти картины. Если мы говорим в отношении к сбору плодов, ну, к примеру, фруктов или овощей, они становятся переспелыми, теряют вкус, начинают гнить. Есть опасность заморозка, что придут морозы, и вот эти яблони, полные с плодами, или вот другие какие-то культуры, они просто вот с этим обильным урожаем, они покрыты снегом иногда, и вот просто урожай гибнет. А что, если мы говорим о душах людей? Куда им спешить? Ну, потерпят немножко. Ну, подумаешь, ну, не сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через два. Ну, куда им спешить? Посмотрите, сколько людей на земном шаре живет. Больше семи миллиардов людей. Ну, куда им спешить? Все равно всегда кто-то будет. Но тут опять же проблема. Да, можно найти возможность трудиться, можно кому-то сказать, но завтра ты конкретного человека можешь не увидеть. Наше время очень коротко. И может быть, те из вас, кто пережили серьезные болезни, или те из вас, кто пережили, кто имел родственников, которые пережили через какие-то неожиданные болезни, вы знаете, как коротко о жизни. И это время для кого-то может не наступить. Завтра ты можешь не увидеть этого же человека. Он просто может умереть. Причем умереть без благой вести о Христе, без надежды на спасение. И вот это страшно. Те из вас, которые активно занимались благовестием, те из вас, которые хоть когда-то свидетельствовали об Иисусе Христе, то ли своим родственникам и друзьям, то ли кому-то на улице просто. Если вы когда-то говорили об Иисусе, вы, наверное, понимаете то, что я сейчас скажу. Вы знаете, человек должен созреть к принятию благой вести. Бывает, говоришь человеку, говоришь, говоришь об Иисусе Христе, ну просто не принимается, не готов. Проходит время. И этот человек принимает. Я не знаю, как Бог готовит человека, я не знаю, как человек зреет кого-то через обстоятельства жизни, иногда через трудности, иногда, может быть, даже через болезни, но Бог меняет, Бог смягчает, Бог вот это сердце, вот это, знаете, каменное сердце, Бог разбивает и смягчает. И это сердце становится способным воспринимать семя благовестия о Христе. Человек становится другим. Он готов слышать о Боге, он понимает нужду в спасении, он становится восприимчивым к Божьему призыву, он видит свою проблему. Он видит, куда завел грех. Он имеет желание оставить грех. Этот человек созрел вот в этот момент. Нужен как раз тот, кто мог бы показать, куда идти, что делать, как поступить. Вот как раз в этот момент нужно собрать урожай. Что происходит, если это не сделать вовремя? Может произойти ожесточение. Человек может еще не умереть, но может произойти ожесточение. Может прийти привыкание ко греху. Человек может сказать, ух, пронесло. А я чуть уже было не покаялся. Может произойти что-то такое, ах, да, я понимаю, что это плохо, я понимаю, что это грех. Но что всем будет, то и мне. И человек начинает привыкать и уже не видит никакого желания оставлять грех, не видит никакого желания изменять жизнь. Другими словами, человек не приобретен для Царства Небесного. Человек не приобретен для Христа. Скажите, что происходит, если человек не приобретен для Царства Небесного? В какое Царство отправляется такой человек? Трагично видеть, когда урожай не собран и погиб на ветвях. Печально видеть яблони с плодами под снегом. Неприятно видеть грозди винограда на ветвях зимой. Но еще печальнее сознание того, что человек мог быть спасен. Что грешнику можно было сказать о спасении. Что можно было бы вовремя остановиться и протянуть руку помощи и участия. И урожай Господень был бы собран. Сколько такого урожая человеческих душ пропало. Я хотел бы, чтобы вы сейчас сердцем услышали печаль Господа, который говорит, посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Давайте мы обратим внимание еще или как бы еще один вопрос зададим тексту. Ну, хорошо. Мы поговорили с вами о времени, да? Мы поговорили с вами о том, что такое этот сбор урожая или что будет, если не убрать его. Но давайте зададим вопрос. А кто должен заниматься этим сбором урожая? Мы подходим к самому интересному. Кто должен заниматься сбором урожая? Кто несет ответственность за это? С кого спрашивать? Кого наказывать в случае невыполнения этого труда? Ну, давайте сразу скажем, что-то делает Иисус. Что-то делает Бог и что-то делает Иисус. И в контексте этой истории, даже ближайшего текста в этом Евангелии, в Евангелии от Иоанна, мы видим то, что некоторые вещи в процессе спасения, в процессе уверования делают только Иисус, и никто другой за Него. Или это не может сделать. Это только Бог, только Иисус. Например, в 32 стихе Он говорит так. «У Меня есть пища». Пища, Он говорит ученикам. «У Меня есть пища, которую вы не знаете». Ученики тут ему предлагают физическую еду. А Он говорит, «У Меня есть пища». Он говорит о другой пище. Чуть позже, через главу, в 6 главе, Он уже говорит, что «Я есмь хлеб жизни», говорит Иисус. Здесь, другими словами, Иисус показывает, что есть вещи, которые делает только Бог. Он хлеб жизни. Он спасение. Он, вода живая, как говорит Он в истории с Самарянкой, когда Он говорит о Самарянке. То есть, есть вещи, которые делает только Бог, и никто другой не может сделать. Грешника спасти может только Бог. Но есть вещи, которые мы обязаны делать, или ученики обязаны делать. Посмотрите, Иисус говорит о том, что ученики Его несут ответственность за другую часть. 38 стих. Посмотрите. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились». Он не просто говорит, что «Я пошел Сам жать». Он говорит, «Я послал вас жать». «Я послал вас собирать урожай». «Вы не трудились над этим?» «Кто-то другой это сделал?» «Бог взрастил». Сколько в Писании подобных текстов сказано о том, что Нива принадлежит Богу, что Бог – это Господин жатвы, что-то Его поле, так сказать, весь этот мир. Но ученики посланы жать. Ученики посланы собирать. Смотрите, сбор урожая предоставлен ученикам. Ты и я, мы должны включиться в жатву. Ты и я должны собирать души поспевших людей для Бога. Это наша ответственность. Это не только 12, Иисус говорит эти слова. Он говорит сегодня их мне. Он говорит сегодня их тебе. Да-да, тебе, не смотри на соседа. Тебе, говорит Иисус, эти слова. Может быть, мы хотим еще доказательств? Пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 16 стиха по 18. «Они не от мира, как и я не от мира», Иисус говорит в первосвященческой молитве. «Освети их истинною, Твое слово Твое естественно, как Ты послал меня в мир, говорит Иисус, так и я послал их в мир». Для чего? Для прогулки. Для отдыха какого-то? Для того, чтобы расслабиться в этом мире? Да нет. Для труда, для свидетельства об Иисусе Христе, для того, чтобы жить перед всеми людьми, для того, чтобы быть светом и солью, для того, чтобы свидетельствовать о Боге. Евангелие от Матфея, последние два стиха, 28 глава, 18, три стиха, с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле», говорит Иисус. И Он говорит, «Поскольку мне дана всякая власть, Я даю вам поручение. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века». Иисус говорит это ученикам, Он говорит это не только о 12 или 11 на тот момент, Он говорит это нам с вами, Он дает это поручение и нам. Мы, Церковь Иисуса Христа, мы, всякие верующие в Иисуса Христа, должны услышать эти слова и исполнить это слово. Ну и еще один текст, другой Евангелие, Евангелие от Марка, тоже заключительная глава, последние стихи этого Евангелия. Марк, 16 глава, 15 стиха, «И сказал им, Иисус, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Свидетельство или проповедь о Христе поручено нам. Сбор урожая поручен тебе и мне. Поэтому если урожай гибнет, если урожай не собран, в этом наша ответственность. И я не знаю, если вы хотите это принять или нет, но это наша ответственность. Не очень хочется принимать это. Хочется посмотреть на кого-то, и хочется сказать, вот тот ответственный, показывать пальцем, где-то может быть как-то что-то. Это наша ответственность. Иисус ожидает этого от нас. Иисус поручает это нам. У Него нет других, кто бы это делал. Он не поручает это ангелам. Он не поручает это каким-то природным явлением. Он поручает это нам, тем, кто пережили Его благодать, тем, кто могут сказать о Нем. Что будет? Это последний вопрос. Что будет, если тот, кто должен собирать урожай, не будет этого делать? Что будет, если ты и я не делаем того, что нам поручено? Сразу скажу, печальная картина. Мы тогда становимся музеем. Что будет, если мы не будем делать то, что нам поручено? Во-первых, мы причиняем боль Иисусу, потому что мы не дорожим Его подвигам. Мы не хотим рассказать о Его спасении тем, кто в этом нуждается. Мы на самом деле не любим Его и не дорожим тем, что сделал Он. Потому что если мы дорожим, если для нас это дорого, мы всем бы хвалились, мы всем бы рассказывали, мы перед всеми бы трубили. Посмотрите на моего Господа, что сделал Он. Посмотри на меня, как Он изменил меня. Посмотри на мою жизнь. Посмотри, почитай Евангелие, посмотри, что сделал Он. Во-вторых, люди гибнут. Перед началом собрания брат сказал о том, что каждый седьмой нуждается в хлебе. В смысле, имеет нужду. Я скажу, что в какой-то мере мы должны сказать, что каждый живущий на земле нуждается в Иисусе Христе. У меня нет статистики. Скажем так, я имею определенную статистику. Могу сказать, что по крайней мере два миллиарда людей на земле сегодня не слышали о Христе или не достигнуты благой вестью. Это много. Два миллиарда людей. Это много. Это большое количество людей. Но даже в тех странах, которые считают себя христианскими, даже в тех странах, которых вроде бы проповедь Евангелия разрешена, сколько людей не знают Бога. Если мы внимательно посмотрим даже на свое родство, если мы внимательно вспомним своих друзей и родственников, мы скажем, что может быть даже у нас есть люди, которые по-настоящему не знают Бога. Люди гибнут без Иисуса. Людям нужен Иисус. Людям нужно сказать о спасении. В-третьих, что будет, если тот, кто должен собирать урожай, не будет этого делать? Во-первых, мы причиняем боли Иисусу. Во-вторых, люди гибнут. В-третьих, мы в опасности навлечь на себя гнев Божий. Почему? Евангелие от Луки, 12 глава, 47-48 стихи. «Раб же тот, который знал волю Господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. От всякого, кому дано много, много и потребуется. Кому много верено, с того больше взыщут». Почему-то мы очень часто думаем о многих текстах Писания. Мы говорим о заповедях Иисуса Христа. Мы воспринимаем многие заповеди Иисуса Христа серьезно. Мы относимся к этому, знаете, вот как-то с трепетом даже и говорим, вот так надо поступать. Но вот когда речь заходит о благовестии, мы очень часто как будто бы отмахиваемся от этого и как будто бы просто оставляем это в стороне. Но посмотрите, тот же Иисус, который сказал о необходимости жить для Него, тот же Иисус, который сказал о необходимости покаяния, примирения с Богом, этот же Иисус говорит о том, что нам нужно свидетельствовать о Нем, и о том, что нам нужно благовестовать о Нем. Я сейчас хочу сказать не просто о том, что Церковь должна что-то делать. Я хочу сказать, что у каждого спасенного человека должна быть инициатива. И это не я сегодня должен убеждать верующих людей в том, что верующим людям нужно исполнять поручения Иисуса Христа, но верующие люди должны приходить ко мне и говорить, слушай, подскажи, где я могу найти неверующего человека, кому я должен засвидетельствовать, где мне найти, покажи, помоги. Я хочу что-то сделать, я хочу поехать в миссионерскую поездку или я хочу сделать здесь что-то. Ты знаешь кого-то, кому еще никто не говорил о Боге? Мы иногда думаем о том, что вот если Церковь сделает, посмотрите, Христос не спросит с Церкви, Христос спросит с каждого раба. Это значит, что ты и я, мы каждый в отдельности должны будем дать отчет. Вспомните, сколько песен нажатого мы поем о том, что мы должны принести снопы. Вот даже сегодня мы несколько пели, да? Вы смотрите, даже в наших песнях это отражено, мы своими устами это поем и почему-то не слышим даже сами своих песней, что оказывается, на нас лежит ответственность, на каждом из нас, не просто на Церкви, не просто на пастыре, который ответственный за миссионерское служение в Церкви, а каждый из нас несет ответственность перед Иисусом Христом. Я надеюсь, что мы не допустим себя до такого состояния, чтобы не свидетельствовать о Христе. Церковь Вифания всегда была активной в благовестии, в проповеди о Христе, но мы можем сделать гораздо больше, мы можем сделать гораздо больше, у нас есть прекрасные возможности. Но опять же, я хотел бы, чтобы мы понимали, что это не просто Церковь должна делать, это я должен делать, это каждый из нас должен делать, это каждый из нас должен включаться, активно действовать. Бог спросит с тебя. Есть удивительная история в четвертой книге царств. Седьмая глава, восьмой и девятой стихи. «Пришли те прокаженные к краю станы, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали». Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. Девятый стих. «И сказали друг другу». До них дошло. «И сказали друг другу, не так мы делаем». Почему? В городе люди умирают от голода. Не так мы делаем. День сей день радостной вести, если за медленными будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. «Пойдем же и уведомим дом царский». Удивительная история. Они понимают, что не так мы делаем, нужно что-то сделать по-другому. Давай расскажем о том, где найти еду. Вот вам простой принцип благовестия. Один нищий говорит другому нищему, где найти еду. «Извините, я не хотел вас обидеть, что называю вас нищими». Быть нищим – это хорошо перед Богом. «Блаженны нищие духом», сказал Иисус. Поэтому давайте думать о себе, что мы постоянно нуждаемся в Иисусе. Но давайте скажем и другим, нуждающимся в Иисусе, где они могут найти Его и как они могут найти Его. Один нищий говорит другому нищему, где найти хлеб. Это все. Вот вам благовестие. Дорогие друзья, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы каждый подумали об этом, чтобы мы каждый начали с себя, чтобы мы не переваливали вину, мы не говорили, что церковь должна что-то делать. Церковь организовывает разные мероприятия. В церкви есть множество разных мероприятий, куда вы можете включиться и участвовать в благовестии, но у нас должно что-то переключиться здесь, чтобы мы начали действительно участвовать. Мы можем сделать гораздо больше. Сегодня миссия приходит к нам. Есть в Миннеаполисе такие кварталы, где в одном квартале проживают больше ста национальностей. Сегодня миссии приезжают к нам. И нам не обязательно ехать очень далеко, хотя и это надо делать. Нам нужно переключить наше сознание, нам нужно начать с того, чтобы мы послушно исполняли волю Иисуса Христа. В связи с этим я хочу сказать, что мы с радостью делаем следующий шаг, шаг веры в церкви Ифании. Мы хотим объявить о том, что в январе 2020 года мы открываем школу. Эта школа миссионерская будет называться Missio Day школа, Missio Day school. Почему Missio Day? Missio – это Missia с латинского, Day – это миссия Божья или миссия Бога. Миссия не принадлежит мне, миссия не принадлежит брату Владиславу, миссия не принадлежит кому-то из людей. Миссия Божья – это его поле. Мы с вами только участники. Поэтому каждый из нас может присоединиться к миссии Божьей и участвовать в этом процессе. Итак, мы объявляем, что 6 января, 1 группа, 2 группа, 7 сентября 2020 года мы планируем начинать занятия, мы планируем приглашать или приглашаем уже молодежь записываться. Есть возможность записаться. Мы на этой неделе уже, в принципе, и есть и веб-сайт, есть и Facebook-аккаунт, есть и Instagram-аккаунт. Пожалуйста, можете поискать и будете со временем подключаться, смотреть и, может быть, каким-то образом включаться в это дело. Распространять информацию. Но какой процесс? Мы приглашаем молодежь, кстати, не только молодежь. Мы приглашаем в основном молодежь, потому что у них больше времени, больше ресурсов и так далее, больше времени и возможностей есть. Сделать вот такой шаг веры в своей жизни, отдать для Бога, для служения, активного миссионерского служения, один год. 6 месяцев подготовки и 6 месяцев миссионерской практики. 6 месяцев здесь стационарно, full time. Быть студентом в миссионерской школе, это где-то с января получается, до середины июня, и потом в июне месяцы поехать на миссионерский труд. У нас есть уже договоренности, куда можно поехать. Поехать на миссионерский труд на 6 месяцев. Не просто на 2 недели, а на 6 месяцев. Это шаг веры. Это большое предприятие, это большое мероприятие. Поэтому просим, просим вашей поддержки, просим вашей молитвы. Нам нужна наша молодежь. Мы хотим задействовать молодежь, потому что понимаем, что не всегда они почему-то оказываются задействованными в церкви. Мы понимаем, что молодежь это один из самых больших ресурсов, которые на самом деле у нас мало задействованы. Если мы сможем привлечь нашу молодежи, вовлечь, зажечь нашу молодежи, вдохновить, они смогут сделать очень много. Поэтому хочу просить ваших молитв, хочу просить вашей поддержки, хочу просить вашего вдохновения. Если кто-то хочет пожертвовать, если кто-то хочет подключиться, если нам нужны ваши таланты, нам нужно ваше время, нам нужны также финансы для того, чтобы собрать и помочь провести это мероприятие. Я хотел бы сказать следующее. Мы не просто это делаем для того, чтобы как-то еще одну какую-то структуру организовать при церкви. Нет. Мы хотим, чтобы действительно сделать вот этот шаг веры и через это помочь людям включиться в миссию и включиться в более активное служение на гораздо большем уровне. Давайте вложим наши силы в этот проект. Поэтому прошу, молитесь об этом. Включайтесь. Хочу сказать, что через это, те, кто пройдут через это, они увидят, как Бог их будет менять. Они увидят, как они станут серьезнее, как они станут более посвященными Богу. Они увидят, как Бог будет работать в их жизни. Почему? Потому что они будут нуждаться в Боге очень часто. В отчаянных молитвах будут звать к Богу, и Бог будет менять их характер, Бог будет менять их. Самое главное, самое главное при этом, что это будет один из тех моментов, через которые мы будем послушно выполнять поручения Иисуса Христа. Я сегодня вечером чуть больше скажу об этом. После вечернего собрания мы делаем фандрейзинг как раз на проведение вот этой миссионерской школы. Поэтому, если кто-то из вас захочет поесть мороженого, попить кофе и чай, и, может быть, какие-то сладости, пожалуйста, приходите на фандрейзинг после вечернего собрания. Там, кстати, будут и фрукты для тех, кто мороженое не ест. Но я просто хочу сказать, кстати, во время вечернего собрания мы поговорим еще о миссионерском служении, которое наша церковь смогла сделать в этом году. Но я хотел бы сказать, что давайте мы будем, давайте откликнемся к этому и понимать так будем, что если церковь сделала, ну и слава Богу, вот и там и моя доля есть. Да, есть и твоя доля, я согласен. Но с другой стороны, давайте мы будем стараться или будем иметь вот такое сердце, чтобы подходить и говорить, что я могу сделать, что я со своей стороны, как я могу включиться в миссию, как я могу поддержать, как я могу что-то сделать для Бога и не просто для Бога, как я могу быть участником вот этой жатвы, великой жатвы. Включайся в жатву. Говори, молись, жертвуй, жертвуй время, жертвуй таланты, жертвуй деньги. Предоставь свой дом. Нам нужны будут люди, которые смогут принять студентов на какое-то время к себе в дом. Может быть, ты не сможешь что-то другое, но ты сможешь этим поучаствовать. Поддержи студентов. Молитесь о мне, потому что непросто это. Много очень времени забирает это все. Но самое главное, трудись для Иисуса Христа, включайся в жатву Господа. Аминь. Давайте помолимся.